Детский доктор – профессия сложная и требующая знания не только в медицинской сфере. Прежде чем понять, что болит или тревожит маленького пациента, его еще и нужно к себе расположить. Гульсум Берберова за 34 года профессии нашла свою формулу идеального доктора. Провести осмотр без стресса и слез – настоящее искусство. За три десятка лет в профессии Гульсум Берберова научилась общаться на языке детей. И неважно, сколько им – 5 дней или 15 лет. Моя девочка уже почти здоровая, она скоро пойдет домой. Она – фея детского здоровья, педиатр неотложной помощи. Трудовой путь начинала с врача-неанатолога. Наблюдала за здоровьем новорожденных в родильном доме города Чиназа в Узбекистане. Потом вернулась в Крым и вот уже 34 года лечит детей в центральной Алуштинской больнице. Мой первый пациент – это были мои новорожденные. И я заведовала роддомом тогда, типовым отделением новорожденных. Было, конечно, у меня ежедневно 90 детей. В этой больнице я везде, куда меня вызовут. Приемный покой, если ребенок с травмой – я там. Реанимацию поступает – я там. В инфекционное отделение – то же самое. В детское отделение. В общем, где есть дети – я там. Отзывчивая и энергичная Гульсумберберова в работе руководствуется наработанным за многие годы опытом. Молниеносно оценивает ситуацию и определяет диагноз. С аппетитом как? Ну, сегодня на утро у меня кашку поела, а в обед уже… Кашу какую вы даете? Искренне надежная, ответственная профессионал своего дела. Так и не отзываются коллеги. Когда мы в смене, это можно спокойно работать, суточную смену под прикрытием этого доктора. Сотни бессонных ночных дежурств в больнице и тысячи спасенных детских жизней. Огромная сила воли, способность быстро принимать решения и не опускать руки в критических ситуациях. Эти качества помогают Гульсумберберовой до последнего бороться за жизни маленьких пациентов. Вот даже позавчера у меня случай. Поступает девочка после танзилэктомии. Девочке 13 лет. Кровотечение. Ну, мы принимаем таких детей с приемного покоя, начинаем оказывать помощь. Потом приняли ребенка в хирургию, прокапали, остановили кровотечение. А потом уже, пожалуйста, с анавиацией вызываем и Симферополь. Главная опора и поддержка – семья. Вне работы Гульсумберберова – заботливая жена и любящая мама троих детей. Несмотря на трудности, не было ни минуты сожаления о выбранной профессии. Я, конечно, благодарна судьбе, что мне так сложилось, потому как я на своем месте, на любимом. И дети у меня прекрасные выросли. И муж у меня хороший помогал. Спасибо судьбе, что все так сложилось в моей жизни. Любовь к своему делу и к детям греет ее всю жизнь. Родители пациентов идут к ней за помощью в ответ, излучая огромную благодарность. В свете этой энергии живет и работает врач-педиатр неотложной помощи Гульсумберберова. Лилия Ислямова, Азиз Неметулаев, телеканал Миллет, Алушта.